ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Для выполнения миссию требуется 41 уровень! Мой паучок сейчас на 42, погнали! Э, искрометный, ты из какой дырки выполз? Видно, из мамкиной! Ясно! Начинается схватка нашего паучка в пуленепробиваемом великолепном костюме и классического электро! Я так понимаю, здесь даже бежать не надо! Особенно... А, не-не-не! Всё, всё! Давно уже, давно не было схватки с боссом! В сюжетном режиме позабыл я уже! Каково это? Мне даже, наверное, парней не нужно бить, да? А, нет, всё-таки от них ампулки-ампулки достаются! Никаких очков, ничего подобного, что есть в акционных и в бесконечных гонках! Видим ловушки, которые вы наверняка уже замечали! Играя вы хоть в акции, хоть... Не-не-не, по-моему, только в бесконечных играх, где вот зелёные ловушки появлялись, вот такие маленькие, А также большие, которых нужно... Эм... Огинать, то есть вправо или влево уходить от них! Стандартно преследуем электро, а потом будем мочить и... Запихивая щиты, щита ему прямо в лицо! Ешь ты, маленький электрический ублюдок! Но до тех пор... Нежно и спокойно преследуем его, слушая... Эм... Речи... Типичные, типичные злодейские речи в духе Ты никто, я великий и могущественный властелин! А ты букашка, которая не способна сопротивляться моему могуществу! Если тезисно, то все суперзлодеи, или даже антигерои, примерно подобным занимаются! Из ловушек тоже выпадают ампулы, поэтому я бью их, не страшась! Начинается, начинается схватка с классическим электро! Внимание, внимание! Да, это классический! Первый щит запустил в него при помощи своей перчатки высокой мощности! А дальше уже начинают своими, уже собственными руками и ногами долбить по щиточкам, которые заряжают и в голову, и в нос! У нас это тоже часть головы, но тем не менее... Жизни у него стандартное количество, ни больше, ни меньше, чем у предыдущих боссов! Но электро, боями с электрой, я думаю, все из вас уже успели насытиться, потому что только-только кончилось... Даже не кончилось, все еще идет! Акция, она будет сегодня и завтра идти... Как она там называется? Не важно, как она называется... Charging Up, по-моему... Заряди, заряди меня! Так же, где принимает участие электро, и там мы его мочим, и во всех остальных режимах мы тоже его мочили, то есть никакого нового опыта нам здесь не предоставили! Замочили выродка! Да, это было довольно просто, а награда весьма впечатляющая, я даже на 43 уровень перешел! Открылся нам второй электро, но чтобы была возможность замочить его, нужен 45 уровень! А так как я использую именно вот этого паука, самого лучшего на данный момент в моей коллекции паука, несмотря на то, что он не 6, а всего лишь 5-звездочный, я приступлю к тракте бедох чуть позже! А пока давайте посмотрим, что тут есть из второстепенных миссий! Визит к доктору, отлично! Это одолеет 21 противника, и нужен какой уровень требуется? Да никакой он не требуется, мне всего лишь нужен Человек-паук Бен Рейли! И какого же я использую? После того, как произведу скрещивание вот этих вот двух пауков, и перейду на 4-ю звезду, тогда пойду на эту миссию! Пока что нет никакого смысла, просирать опыт я не собираюсь, давай тогда вот сражусь с Механогом! Требуется как раз таки мой уровень, погнали, может быть даже на следующий перейду! Э, паук, твой приятель Докок снова прислал в центр города Механога, говорит Ник Фьюри, и дает нам задание устранить данную угрозу! Человек-паук, естественно, дает дельные советы, но, как обычно, враг его не слышит, лишь свое чувство собственного великолепия пытается усладить. Это миссия типа спринт, однако же, всем нам прекрасно известно, чем этот спринт закончится. В бесконечной игре, если вы упарывались, упарывались игрой в Spider-Man Unlimited, то должны были неоднократно уже видеть, мочить, убивать этого самого Механога! Ничего там сложного нет, за исключением того, что там будут ловушки и колесики, которые будут прямо на Человека-паука двигать, нужно уклоняться от них, отпрыгивать! И тогда все будет хорошо, атакуем по нескольким точкам у этого Механога, и он развалится, будет побежден! Однако же, как Доктор Октави смог сконструировать такую штуку, откуда у него есть средства? Вот это немножечко непонятно. Дабл, возьмем дабл. В данном случае очки не увеличит, однако же количество ампул... Здорово, здорово может довести. Вот он, вот он, Механог! Мне сейчас сразится Человек-паук с ним. Потопит. Это судно несправедливости паучок потопит. А что же делает в городе такое изобретение непростое, помимо разрушений? Вот этим бы поинтересовался Ник Фьюри, вместо того, чтобы просто рушить и уничтожать своих противников. Вдруг у него есть благородные цели? А как думаете, у Механога-то... А? Но задание есть задание, и оно гласит нам, что все должны быть уничтожены. Во второе ядро зарядили нашим маленьким кулачком. Но несмотря на размеры, довольно мощная. Да. Мощная атака по Механогу от Человека-паука. Одна, вторая. Вот она, третья, и последняя будет решающей, я так полагаю. Какие-то ловушки, выдвигающиеся. Но мы их, естественно, можем обойти. Атакуем прямо ядро, своими кулачками. Взорван Механог, а мы выполнили свое задание, не правда ли? И какую же награду нам отсыпали? Отсыпать-то нам должны были какую-то награду, не так ли? Смотри, как все еще куда-то побежали, побежали. Видимо, на безопасное расстояние нужно отойти. Пока этот Механог не свалится. Все, задание выполнено. Всего лишь два изотопа и две сто опыта. Еле справился. А по-моему, это было проще про сто. Две сто опыта, которых не хватает. Не хватает. Что еще за задание тут есть? 16 дисков с данными. Но позвольте, есть еще такая ситуация. Во второй главе последняя миссия не пройдена мной. Одолеть нужно 23 противника. И так вот теперь у меня есть космический паук. Я могу пройти до конца вторую главу. Вот этим я сейчас и займусь. Вроде с заложниками управился. Осталось перебить прислужников, стервятника и заняться самой большой птичкой. На самом деле, я всех уже птичек замочил. Все боссы побежали, все второстепенные миссии пройдены, кроме одной. Вот это и вот. Где нужно их бить и сколотить? 23 противника. Дадут нам немаленькое количество опыта, Которое, ну точно, на пару уровней должно Помочь нам перейти. Вообще без каких-либо проблем. 23 противника. Не думаю, что это будет особенно сложно. После того, как я Опыта все-таки, до хрена опыта получил, Играя в акциях и бесконечных гонках. Теперь не так-то просто сломить мой дух. Действие происходит на этом летном сутне. Да. 13 врагов уже победил. Вот он, 14-й. Щиток. Возьму щиток, он поможет мне в случае внезапного нападения. Ну какая-то скорость маленькая. Давай, паукан, беги скорее. Не задерживай меня здесь. 22 противника за плечами. 23. Задание выпало на все. Глава 2 пройдена на 100%. И был пятый уровень, а стал десятый. Такие вот дела. Теперь мне срочно нужен еще один космический паук, Чтобы повысить его рейтинг. Так, так, рановато. Давай, давай-ка мы 16 дисков с данными соберем, Используя паучью броню, вернее, пуленепробиваемый костюм. А где же он? Вот он, 43-го уровня. Здесь у нас 2000 опыта, как раз перейдем на 44-й. Правильно, перейдем на 44-й. А требуется нам для следующего стервятника 45-й. Не сильно мне это поможет. Однако, все равно я пройду эту миссию на собирание 16 дисков с данными. Я расправился со стервятником, но порта закрыть не удалось, говорит паучок. Негр все равно не понимает, но делает вид. Да, да, да. А кто же, кто же стоит вообще во главе всей банды, всей шайки? Ясно, нужно отыскать. То есть ты видишь... Ах, ты тупойник фьюри. Как же этот негр смог допустить того, что диски с данными были утеряны? И почему паукоголовый должен их собирать, как какая-то проклятая ищейка? Но в любом случае я выполню поручение негра, ведь он главнокомандующий, и соберут 16 этих дисков. Вот он один. Слышу, там на заднем фоне Ник Фьюрик говорит, что вот, здорово, паучок, ты справляешься со своей задачей. Так, так, вот он третий. Вижу третий диск. Отлично, отлично. Четвертый. Пятый. Видимо, это будет проще, чем можно было предположить. Шесть дисков у меня уже лежат в кармане, осталась какая-то десятка. Отлично, отлично. Никакие противники мне здесь не помеха. И даже новые ловушки. Ну, новые. Конечно, они новые только для тех, кто не играл, совершенно не играл в бесконечной гонке. Взял дабл. Но это не сильно много ампулок мне сейчас принесет. По всем известным причинам. Так. Спокойно, спокойно. 11 дисков с данными у меня в кармане. На самом деле, флешечки, но почему-то была названа диски. Ещё три осталось, подсказывает нам чернокожий лидер. Ещё две. И мы почти приехали. Сюда, куда надо. Последнее задание выполнено. Два изотопа нам дали и переход на 44 уровень. Теперь мне так немножечко нужно 45-й набить. И я смогу приступить уже к следующему стервятнику. Но это, пацаны, будет в следующий раз. А также в выполнении остальных миссий. А сейчас ставьте лайк, если вам нравится Spider-Man Unlimited. Пишите комментарии. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok